давайте переговорим кто и чем занимается я занимаюсь проституцией я занимаюсь а я еще клоун то есть это типа я журналист если у вас будет какой-то журналист который вам скажет что он какой-то другой день занимается но это дело он не скажет то лучше с ним не работать но с другой стороны чем мы занимаемся чем мы занимаемся хорошо если вы очень хорошо занимаетесь клоунадой то я вам объясняю хорошие клоуна типа владимира соловьева евгения киселева вот они людей двигают с места знаете о чем говорим мы сейчас посмотрите пожалуйста все эфиры ртр и орт чтобы вы поняли о чем речь идет так вот там колбасит кого хохлов колбасит к сожалению они очень нехорошие товарищи к слову о проституции да мы все проститутки только есть проституция а есть куртизан так вот куртизан я себя отношусь все-таки чуть повыше чем обычные проститутки которые бегают к вам так вот куртизанки тоже и меняли правительство в том числе посмотрите внимательно давайте все-таки переговорим о том кто есть кто да мы клоуны и мы куртизан это неплохо к сожалению такое дело часто и случается что и тех и других не то что швыряют потому что ну такие вещи бывают действительности да если бы никто меня не швырял я бы сейчас купил бы себе трехкомнатную квартиру в москве явно за пределами судового кольца потому что ближе не получается таких денег пока и нет тоже хорошая тема теперь вопрос другой можем ли мы простить в некоторых случаях я бы вам не говорил что необходимо такие вещи прощать по одной простой причине количество швырков по сути событий не такое же и большое то есть в год меня швыряют ну где-то один-два человека к сожалению некоторых из них в ближайшем времени вы не увидите ну потому что у нас есть мвд и некоторых уже сидят такая тоже штука случается сожалению он бы мне помог в действительности но вот его посадили очень жалко то о чем я вам сейчас расскажу свое время я когда-то купил себе машину mercedes s 600 какого ряда я купил потому что у меня было линкольн там карту ну я купил машину чуть-чуть короче понимаешь но с другим двигателем я понял что ну какой смысл держать две машины одинаково при этом пришлось одну машину и продать я эту машину каким образом купил то есть мы когда беседовали с этим господином фамилия его объясню чуть позже и покажу что это за человек а давыдов давыдов его фамилия а когда мы с ним беседовали я ему объяснил господа я могу твою машину взять но при одном условии потом мы в пределах двух лет с тобой постоянно работаем и грубо говоря в течение этих двух лет я вам выдаем материал и тогда бы можно было в вашу машину купить я это дело у него и купил все это дело мы расписали был договор после первого месяца он меня кинул вам такие люди нужны если нет никогда не подписывайте не отдавайте деньги никогда этого не делайте потому что люди вас швыряют как это дело случилось и со мной знаете кто швырнул более всего вот это чудо сволочь ведь сначала умолял купить да мне по сути после таун кара 600 и не пернулся бы ну да ладно я же подписал договор только он был для людей и по сути мы говорили правило вам нужно вы и платите больше такого нет платеж каждый месяц и только ну так вот он швырнул сумма швырьева вместе с процентами 900 тысяч рублей хватило бы на сортир в московской хате с такими людьми ухо надо держать востро тем более когда он с вами говорит о чести и достоинстве не здесь не чести не достоинства и вот такой он нехороший я бы его назвал уж жуцом потому что извините при мне он говорил что он человек слова и дела нет он не такой человек он вообще не такой человек то есть то чем он занимается я даже не понимаю эту вопрос и следующих событиях вот я вам показал что с такими людьми лучше не работать и у таких людей лучше ничего не покупать потому что как вы прекрасно понимаете он швырнет вам это нужно мне нет